МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА 1929 год. В Саратове создается секретная биологическая лаборатория. Ученые совместно с военными намерены вырастить новых суперсуществ. Достаточно умных, чтобы выполнять приказы, физически выносливых, способных выжить в любых условиях и не вызывающих подозрению врагов. В качестве исходного материала решено использовать крыс. Они обладают уникальным чутьем, фантастической живучестью. Их челюсти способны разгрызать металл, а строения скелета схожи с человеком. Предполагается, что в процессе искусственной эволюции передние лапы должны превратиться в подобие рук. И главное, в созданных условиях всего за год крысы способны продвинуться в своем развитии больше, чем человечество за сто лет. В 1989-м лабораторные суперкрысы оказались на свободе. Возможно, это совпадение. Но именно в 1989-м, после ликвидации Саратовской биолаборатории, газеты пестрят сообщениями о появлении в московском метрополитене неких суперсуществ. Их встречают в тоннелях путевые обходчики. Несколько раз сбивают поезда. Их следы обнаруживают на станциях. Официально руководство московского метро всячески открещивается от крыс-мутантов. Однако в городе упорно ходят слухи о создании специального отряда по борьбе с подземными грызунами. Якобы бывшие десантники с автоматами и огнеметами по ночам спускаются на рельсы. Крыса, уже мутирующая, будет превышать один метр без всякого шерстяного покрова. То есть глаза уже другого совершенно цвета, такого бордового. Мы лично работали с работниками метрополитена, показывали, откуда к ним могут проникать именно в метрополитен крысы, через какие трещины, через какие оборудованные цеха их неподземные, то есть откуда они могут попадать непосредственно в метрополитен или на станции. Метрополитен – это не только станции, переходы и тоннели. Это сложная система водоотвода. Она содержит массу коллекторов и стоков, которые соединяются с подземными реками и городской канализацией. Соединяются с системами бункера, которые связаны с метрополитеном. Именно по этим зонам, по этим именно линиям, они идут цепочкой, наложены друг на друга, то есть по этажам. Это целый подземный город, где вот такие вот крысы обитают. И попадают они именно из этих вот грязных, заброшенных систем водостока, в котором они уже давно живут. Встречать крыс необычно большого размера доводилось и московским диггерам. По утверждению Вадима Михайлова, эти существа сосредоточены в так называемых скотопрогонных тоннелях под мясокомбинатами. Обилие крови и субпродуктов делает жизнь крыс здесь просто раем. Мы увидели вот трех особей приличных, а мы издали. Нам показалось, что ростом с кошку там, каждый размер. Так они бросились на нас. В одну я метнул лом, попал в нее, она упала, и тут же на нее раненую набросились вот эти сотоварищи. И пока они там ее рвали, писк-виск стоял на весь этот туннель, мы предполагаем, что на ней уже несется целая стоя в сотни этих голов. То есть вы понимаете, как мы там испугались, да, в те времена еще. Было по 18-20. Результаты проб воды в подземных коллекторах приводят в ужас. Предельно допустимые значения соединений азота, тяжелых металлов и кислот в некоторых местах превышены в 20 раз. Одни организмы в таких условиях вымирают, другие подвергаются мутации. Крысы могут приспособиться к любым условиям. Вот мы видим отпечатки крысиных губов. Для них этот минерал, вышел металла, полевный корм. То есть вот они, видно, отпечатки. То есть это не только здесь, это отпущено коллектору. Крысы-мутанты. Результат экологической катастрофы, которая уже наступила на подземном уровне города. Но есть и другая версия. Гигантские особи, прокол в работе секретной биолаборатории, где в течение десятилетий из мирных грузунов делали диверсантов и разведчиков. Имя этого человека вымышленно голос изменен. Тайна, к которой довелось прикоснуться Валерию, до сих пор находится за семью печатями. В Саратовскую биологическую лабораторию он попал по распределению после института. Было это уже в конце 80-х. К тому времени в Вивариях находилось 148-е поколение лабораторных крыс. Всего в нашей лаборатории было три вольера. В одном раз в неделю имитировали смену времен года. Считалось, что крысы так быстрее эволюционируют. Во втором поддерживали постоянный уровень радиации. А с третьим все было проще. Там просто жила контрольная группа животных. Это была просто большая клетка. Днем младшие научные сотрудники чистили клетки, меняли воду, следили за соблюдением условий содержания. Подопытные в это время, как правило, спали. Ночной график жизни животных был расписан буквально по часам. С крысами работали психологи, медики, генетики. Младших сотрудников на тренировки не пускали. Но даже по виду военные крысы отличались от обычных. Их головы были крупнее, а передние лапы больше напоминали руки. Тренировки продолжались до июня 1989 года. Тогда пришел приказ о ликвидации лаборатории. Животных и всю документацию надо было уничтожить. И вот представьте себе военных, которые бегали по всей территории и не знали, в чем дело. Оказывается, наши суперкрысы прогрызли толстенную стенку бетона и сбежали. Это был тоннель, который был тщательно замаскирован, проходил под всеми тремя вольерами и потом соединялся с системой вентиляции. То есть крысы заранее знали, что их должны были убить. Это сколько поколений должно было грызть, чтобы прогрызть такой слой бетона. Сейчас на месте лаборатории остались лишь полуразрушенные корпуса. Никаких документов не сохранилось. Нет сведений о дальнейшей судьбе 189-го поколения обитателей вивариев. Среди оказавшихся на воле суперкрыс были самцы и самки. А значит, возможно, и 190-е, и 200-е поколение. По утверждению специалистов-биологов, особой опасности крысы-мутанты не представляют. В живучести они значительно проигрывают обычным серым крысам. В многоэтажном лабиринте подвала в коммуникации тоннелей серые создали свою цивилизацию. Высокоорганизованное общество со своими законами, порядками и иерархией. И чужакам здесь не место. Борьба за выживание заставляет этих зверей постоянно совершенствоваться. Исследователи подземелий замечают уникальные особенности крысиного сообщества. Непостижимым образом вести об опасных зонах, новых ядах, ловушках, подтоплениях и прочих опасностях становятся известны всему городу. Под час эти новости заставляют мигрировать целые крысиные города. Мы шли из района, скажем, Тверской по системам коллекторов, которые проверяли. Тогда активно все это осваивалось и проверялось. В район ниже лежащий, Трубный. И пока проходили по вот этим ступенчатым купеческим подвалам, мы видели в одном месте, как из одного тоннеля, скажем, из пункта А в пункт Б переселялась целая крысиная семья. Если назвать голов 300-400, на взгляд, семьей, то это очень серьезный муравейник, крысины. Вот идут они очень интересным строем при этом. Значит, это цепочка, в которой находится, как я понимаю, разведка. Вот. Первые крысы, они пожертвуют собой, даже если что-то случится, и передадут информацию тем, кто вдали. Только через два дня, 22 апреля 2007 года, стала понятна причина массового переселения. На Трубной улице произошел провал грунта. Пятиметровая яма длиной 50 и шириной 10 метров. В результате подвижки грунта лопнули водопроводные трубы, прорвались электрические кабели, пострадали люди и ни одного погибшего животного. Откуда крысы узнали о предстоящей беде? Крысы обладают критимуразмом. Это когда одна ячейка общества накладывается на другую, создавая те же самые акционные нейроны. То есть огромный мозг. В целом это отдельные кусочки знаний. Вместе они складываются в единое знание. То есть проблемы, которые стоят перед всей популяцией, решает не один индивидуум, а коллективный мозг. На недоступных для обнаружения человеком частотах мысли всех зверей объединяются в единый суперкомпьютер, где каждая отдельно взятая крыса – маленький нейрон, микропроцессор. Уже третью неделю заключенный Константин Маслов ожидал расстрела. На свободе он работал за вхозом крупного магазина. Во время всеобщего дефицита нередко пускал часть товара под прилавок, а после перепродавал спекулянтам. Во время передачи очередной партии товара сделку накрыл АБХСС. В 1939 году наказание за такое преступление было однозначным – расстрел. И в той камере-одиночке он не мог ни есть, ни пить. Он ходил, как вот сомнам было, из угла в угол. И появилась крыса. И он сначала просто бегал, опасался его. Он стал отдавать ей всю пищу свою. В первый раз крыса быстро схватила корку и утащила в нору под кроватью. На следующий день ситуация повторилась, но крыса осталась есть хлеб посреди камеры. Через неделю она уже безо всякого страха брала пищу из рук Константина. Он там пробыл в этой камере-одиночке больше месяца. Он к этой крысе как бы немножко привязался, она к нему, она перестала его бояться. Постоянно он ее подкармливал. Она регулярно появлялась, все, и он даже ее гладил, она бегала по нему, и все такое живое существо. Однажды ночью Константин проснулся от писка. Подруга по камере бегала по его кровати, запрыгивала на грудь, что-то пищало прямо в ухо. Приговоренный к расстрелу понял. Крыса пришла попрощаться. Сердце сжалось. В двери камеры повернулся ключ. Раздался гулки, гулкие шаги за пределами камеры, потом засовы лязгнули, вошли трое, собираясь с вещами, завели его в комнату, начали зачитывать переговор. И тут он услышал, что Михаил Иванович Калинин своей подписью заменил ему расстрел на 10 лет лишения свободы. Крыса каким-то непостижимым образом узнала о том, что ему расстрел-то не грозит. А как она могла узнать? Это вот и есть маленькое чудо. Споры о происхождении на Земле разумной жизни продолжаются уже не одно столетие. Согласно последним научным данным, человек разумный появился на планете 40 тысяч лет назад. Именно тогда примитивные неандертальцы вдруг превратились в людей, ничем не отличающихся от нас. Объяснить столь резкий скачок в развитии историки не в состоянии. Возможно, это сделали генетики. 2004 год. Мир облетает сенсационная новость. Ее авторы – англо-американский коллектив ученых-генетиков. Вслед за геномом человека им удалось полностью расшифровать геном крысы. То есть узнать, какой из 25 тысяч генов этого животного отвечает за ту или иную особенность организма. Удивительно. Но на генетическом уровне крысы оказались очень похожи на людей. На 90% гены крысы такие же, как и гены человека. Но вы знаете, что человек и крыса относятся к классам млекопитающих, то есть тех, кто кормит своих детенышей молоком. И действительно, по морфологии, биохимии и по генетике мы близки друг к другу. В Иерусалиме ученые внимательно рассмотрели крысиный скелет. Оказалось, что его строение до мельчайших косточек совпадает с человеческим. Исключение составили кости черепа, ступней и хвоста. С точностью совпали и патологии костных тканей. Люди и крысы болеют одинаково. Ту же самую кровь крысы, когда мы ее проверяем, ее трудно отличить от крови человека. Мы ее отдавали на анализ в лаборатории, в которых проверяют кровь человека. Они сказали, что особой разницы нет. Понимаете, действительно, крысы по биохимии и морфологии очень похожи на нас. По мнению уфологов, ген разума занесен на нашу планету внеземной цивилизацией. До ее появления все млекопитающие Земли находились примерно на одном уровне развития. Еды и воды было в достатке, а потому у животных не было стимула к развитию. На том месте, где сейчас находится пустыня Наска, находился странный объект. По мнению исследователей, это генетическая лаборатория. В ней инопланетяне проводили опыты над различными животными. Это был гигантский эксперимент по выведению на Земле разумной жизни. Организм инопланетян, он не был приспособлен к жизни на нашей планете. Свои гены они могли передать исконным обитателям Земли, тем самым посеяв разум. Через лабораторию Наска прошли без исключения все животные нашей планеты. Но, к сожалению, через несколько лет большинство из них отсеялось. Гены инопланетных существ подходили далеко не каждому обитателю Земли. Одни после таких операций умирали или переставали давать потомство. Другие становились разумны, но при этом убивали друг друга. В итоге в генетической лаборатории инопланетян осталось два больших сектора. Сектор грызунов и сектор приматов. Крысы и обезьяны легко переносили генетические операции. А главное, гены эволюции и разума передавались их потомкам. Внедрив в свои гены достаточному для формирования самостоятельных больших колоний количеству зверей, инопланетяне покинули Землю. Остались только огромные следы генетической лаборатории, которые человечество никак не может идентифицировать. Хотя на самом деле здесь-то все понятно. Гигантские следы в пустыне Наска – это следы работы той генетической инопланетной базы, которая, в общем-то, и посеяла разумную жизнь на Земле. С точки зрения генетиков, усы, шерсть, лапы и хвост – не самые большие отличия крысы от человека. Гораздо интереснее свойства крысиных генов. Молекула ДНК животного хранит опыт предыдущих поколений. Именно поэтому человечеству не удается выработать ни одного действенного способа борьбы с крысами. Уничтожить крыс невозможно. Вот добиться снижения какой-то численности – да, можно. Может быть, до безопасного такого в плане эпидемиологии уровня – да, можно. Но победить полностью пока человеку не удастся. У заведующего лаборатории биоконтроля Московского городского центра дезинфекции Николая Бубеева работа не из приятных. Ежедневно он бесстрашно входит в вольер с дикими крысами. Николай должен разложить приманки с новыми ядами. Этажом ниже в лабораториях ученые совершенствуют средства убийства крыс. Это вещества, которые замедляют свертываемость крови, то есть, и, грубо говоря, животное погибает от обильных кровотечений. То есть, как внутренних, так и наружных. То есть, это носовые кровотечения, внутренние кровоизлияния. Съевшее приманку животное погибает через несколько дней. Даже человек не смог бы уловить связь между поглощенным давным-давно лакомством и смертью. Однако в Лондоне, где подобные вещества использовали еще в 70-х годах, их эффективность сошла на нет. Английские крыс-аловы обратились к генетикам. Ответ был шокирующим. За два десятка лет в генетическом коде лондонских крыс появилось звено, повышающее свертываемость крови. Яд становится малоэффективным. В носу крысы 10 миллионов обонятельных рецепторов. Вдвое больше, чем у людей. Крыса чувствует запах отдельно, каждый ноздрей. Всего за 50 миллисекунд она может определить источник запаха и провести анализ. В Москве раньше была одна наша лаборатория, и ее хватало для того, чтобы провести обработку этими ядами всего города. Сейчас у нас существуют десятки производств, закупают за границей препараты, и все равно ситуация хуже, чем была раньше. Причину распространения грызунов дезинфекторы видят не только в фантастической приспособляемости к ядам. Наука никогда не сможет угнаться за растущим числом помоек и свалок. За последние десятилетия только в Москве популяция крыс выросла в 4 раза. По разным оценкам, на одного человека в городе приходится от 10 до 40 грызунов. Они пугают граждан, наносят многомиллионный ущерб экономике, переносят смертельные заболевания. Чума. Здесь работает противочумная служба, которая контролирует природные очаги чумы. Актуальными остаются такие инфекции, как тулеремия, геморрагическая лихорадка с почечным синдромом, лептоспироз и другие. Вот по литературе говорят о том, что они могут переносить более 30 различных инфекций. Люди вряд ли когда-нибудь забудут, как в средние века эпидемия чумы унесла треть населения Европы. Жертвами болезни стали более 25 миллионов человек. Тогда ее переносчиками стали крысы. Невероятно, но на Земле есть крысы, которые в конце 20 века спасли человечество. От чумы. 1994 год. Мир облетает страшная новость. В Индии зафиксирована вспышка бубонной чумы. Газеты наперебой сообщают о возвращении на Землю черной смерти. Закрываются школы и государственные учреждения. Огромная страна находится в блокаде. Прекращены авиарейсы, запрещен импорт индийских товаров. Мир напуган. Спасаясь от смертельной болезни, тысячи индусов едут в Дышнок. Небольшой городок в штате Раджастхан. Единственное место на Земле, где люди поклоняются крысам. И чудо происходит. Сюда приезжали тысячи людей. Родственники многих умерли от чумы. В храме мы давали им пить воду, которую пили крысы. Люди ели надкусанные крысами лакомства. Это стало лекарством. Ни один из тех, кто вошел на территорию храма, не заболел. Местные жители объясняют это просто. В их храме обитают не простые, а священные крысы. Снующие повсюду зверьки – дети богини Карни. Крысиное тело – лишь временное пристанище между смертью и новым рождением на Земле. Когда я умру, то воскресну в образе крысы. Я рад этому. Моя фамилия – Депават. Моя каста – Джанг. И все мои предки – это прямые потомки богини. Поэтому я несколько раз умирал, но хорошо работал. И на следующий день после смерти становился белой крысой. Я был белой крысой, жил в этом храме. Я помню это. И все благодаря нашей матери Карни Мата, которая вырвала своих детей из рук бога смерти Ямы. В отличие от большинства богов, Карни Мата – реальный исторический персонаж. Сохранились документы, указывающие, что эта женщина родилась в Дышноке 3 октября 1388 года. Ее мать еще до рождения дочери узнала – у нее будет необычный ребенок. Своё дитя она вынашивала 21 месяц и никак не могла разродиться. Тогда в деревню пришел Раджа и сказал – «Не торопи жизнь, ибо жизнь, которая в тебе, придет изменить этот мир». 3 октября 1388 года она родила на свет девочку, которая сразу заговорила. Собравшимся вокруг, она сказала – «Я – земное воплощение богини Дурге. Я пришла защитить вас». Как и положено богине, сразу после рождения Карни стала творить чудеса. Она излечила своего отца от укуса кобры, сотворила из воздуха сосуды с водой, напоив умирающих в пустыне, умела воскрешать погибших воинов, превращалась во льва, чтобы растерзать разбойников. Отважная женщина даже командовала войсками. За 151 год своей жизни разрозненные индийские кланы она объединила в мощное государство Раджастхан, а однажды вступила в схватку с самим богом смерти Ямараджей. Сын Карни утонул в озере. Тогда женщина явилась к богу смерти в образе богини и потребовала вернуть сына. Она переселила его душу в крысу, была битва, и Карни победила. Все жители города свято в это верят. Для них серые хвостатые обитатели храма души умерших родителей или еще не родившихся детей. Их поют молоком, угощают сладостями, а в крысиных мордочках нередко узнают родные лица. Теория реинкарнации говорит, после смерти душа человека не покидает землю, она перерождается в новом теле. При этом души тех, кто прожил жизнь достойно и сотворил много добра, могут выбирать свое новое воплощение. Четыре года назад умер мой отец. Он был очень добрым, хорошим человеком, многое делал для блага людей. Через два месяца после его смерти я пошел в храм. Когда я встал на колени перед образом богини, из-за алтаря выбежал маленький крысенок. Он подбежал к моему лицу, и тогда я увидел, что у него в зубах маленькая пуговица. Точно такая, как была на кителе у папы. Я заплакал. Это был мой отец. Этот человек неоднократно приходил в храм и каждый раз на одном и том же месте встречал крысу. Полтора года назад он перестал выбегать ко мне, и я сильно волновался. А когда пришел домой, супруга сказала, что она беременна, и у нас родился мальчик. Я точно знаю, что это мой отец. Мы назвали его его же именем, и он сразу улыбнулся. Только теперь я его папа. Жители Дишнока не боятся ни крыс, ни самой смерти. И в любое свободное время идут в храм навестить родственников и попросить с их помощью защиты у своей богини, матери Карни Мата. Впрочем, крысы спасают людские жизни не только в Индии, но и в Москве. Грызунов из Вивария, НИИ, фармакологии тоже можно считать священными. На дрессированных крысах испытывают лекарства. Они обучаются сложнейшим условным рефлексам. Они умеют избегать опасности. Они вырабатывают правильный стереотип поведения. Этой крысе в течение суток не давали пить. Несколько капель воды она получит только если научится по команде нажимать рычаг. Ученица попалась талантливая. Через минуту нахождения в электронной клетке она нашла и лампочку, и рычаг. Еще через пять минут крыса номер восемь догадалась об их предназначении. Сейчас прямо на ваших глазах животное усваивает зависимость между загорающейся лампочкой и утолением жажды. Стоит только раз правильно выполнить последовательность операций, свет, действие вода, и крыса уже не забудет урок. Есть и более сложные эксперименты. Должны отсчитать время. Нажимают, потом сидят 20 секунд, потом опять нажимают и получают подкрепление. Если они нажмут на 25 секунду, они не получат это подкрепление. Они должны точно уложиться, например, в интервал 20-22 секунды. И вот крысы это делают. И получается у них это очень хорошо, очень четко и очень точно. В следующем опыте крыса демонстрирует память. Животное мучает жажда. Крыса подбегает к поилке и начинает пить. Человек замыкает цепь. Крыса получает удар током. Теперь, даже умирая от жажды, она не подойдет к опасной поилке, если только не примет лекарство от страха. Например, без препарата она подходила 10 раз, а после препарата 50 раз. Вот это мера преодоления страха. Несмотря на то, что она там тревогу получает, тревожное состояние. То есть это состояние, оно считается очень близко к состоянию человека. На этой крысе испытывают лекарство для восстановления памяти. Установка под названием остров. Крысу на сутки лишают сна. Едва животное начинает дремать, как падает с маленького островка в воду. И вот явные последствия бессонной ночи. Подопытное забывает про удары током и устремляется в наэлектризованную клетку. В следующий раз перед высадкой на остров крысе впрыскивают лекарство для улучшения памяти. Снова бессонная ночь. Но теперь она не отражается на воспоминаниях. Крыса не идет в клетку с электрическим полом. А значит, лекарство действует. Исследования на крысах позволяют снять биопотенциалы с глубоких структур подкорковых мозга. Поэтому то, что мы не можем сделать на человеке, поскольку сначала лекарственные препараты испытываются на животных, мы уже точно знаем, на какие подкорковые структуры влияет тот или иной препарат. Так испытывают лекарства от бессонницы. В отдельные участки мозга животного вживляют тончайшие электроды. По утверждению медиков, операция не отражается на здоровье крыс. Выйдя из-под наркоза, крысы покружаются в обычный здоровый сон. Компьютер записывает электроэнцефалограмму работы мозга. Сон крысы и человека идентичен. По графику на мониторе ученые могут определить, когда и какие сны приснились подопытной, под действием препарата. Электроэнцефалографические исследования дают представление о любом препарате. И вещества, которые улучшают сон, и препарат, который снимает тревогное состояние, и препараты, снимающие депрессию, судороги и другие проявления. Так что это очень такая вот тонкая, деликатная и, ну, очень точная методика, которая позволяет судить о состоянии мозга человека. Крысы уже помогли создать лекарства от инсультов, бессонницы, болезней Альцгеймера и Паркинсона. Памятники лабораторным крысам установлены в десятках городов мира. От благодарных людей. Вот уже более 20 лет Владимир Попов разыскивает в архивных документах самые необычные уголовные дела. Есть в его коллекции дело, заведенное против серого хвостатого преступника. Это было в конце 80-х. В Белоруссии, в город Гродно, в милицию стали поступать заявления о краже драгоценностей. И самое интересное, что все три кражи произошли за неделю в одном подъезде. Все случаи происходили вот в этой пятиэтажке. Ни следов взлома, ни отпечатков пальцев в квартирах обворованных жильцов обнаружить не удавалось. Мой муж тогда работал в торговом флоте и привез мне из Африки золотое кольцо вот это с настоящим бриллиантом. Я берегла его, как зеницу ока. И вот представьте, муж в плавании, я дома, одна. Гостей не было, знакомые не приходили. С вечера, как обычно, я кладу его на трюму. Утром просыпаюсь, подхожу, кольца нет. Приехавшим по вызову милиционерам Татьяна рассказала, что ночью слышала подозрительное шуршание. Но в квартире никого не было. Дверь закрыта на засов. Возле подъезда был выставлен милицейский патруль. Однако на следующую ночь кража повторилась уже на третьем этаже. И опять золотые украшения и никаких следов. На третий раз вор повел себя очень странно. Дело в том, что меня тоже украли ерунду какую-то правду. Божители, деньги не взяли. Я даже милиции не хотела заявлять. А как милиционер увидел, так вспомнила, что меня тоже украли. Но говорят, вот у соседей очень на большую сумму пропали драгоценности. Спустя месяц милиционеры получили сообщение из Вильнюса. В ломбард сдали похожее по описанию кольцо. Сдавший его мужчина предъявил документы на имя Константина Конева. Его задержали. При задержании у него в кармане была обнаружена серая крыса. Документы у него оказались поддельные. Доказательств никаких не было. Его задержали за поддельные документы. Он пояснил, что это кольцо он нашел на пляже в Клайпеге. И что никакого отношения к кражам он не имеет. Но всем было очевидно, что сработала серая крыса. Передвигающаяся по местности крыса как бы снимает кино. Во время такого путешествия активизируется часть мозга под названием гиппокам. Своего рода видеомагнитофон для записи воспоминаний. Фиксируется расстояние между предметами, количество шагов, сенсорные ощущения, запахи. К тому же крысы обладают способностью чувствовать особую энергетику места. Эти сведения дают зверьку точнейшую многомерную схему местности, которая останется в его голове навсегда. В начале 20-го века огромной популярностью у москвичей пользуется аттракцион знаменитого Владимира Дурова. Впервые в истории дрессуры на сцене крысы. Так в номере крысолов из Гамильтона они буквально облепляют играющего на флейте артиста. И второй номер с крысами такой объемный это крысиный пароход. В этом номере все роли, начиная с грузчиков, матросов и до капитана выполняли крысы. Матросы поднимали флажки, распускали паруса, поднимали якорь. Грузчики по сходням заносили грузы на палубу. Ну а самая важная такая толстая крыса Серко была капитаном. Она смотрела в подзорную трубу, крутила штурвал. Ну а когда поднимался штор, то крысы садились в шлюпки и спасались от кораблекрушения на шлюпках. Во время повальной национализации имущества для Дурова сделаны исключения. По распоряжению наркома Луначарского за ним закрепляют право владения зданием на старой божедомке со всеми дворовыми постройками. Немногие знают, что причина такого решения отнюдь не в любви новой власти к искусству. В перерывах между представлениями в этой комнате над сценой проводятся парапсихологические опыты над животными. Участие в них принимают лучшие умы своего времени. Академик Бехтерев, профессор физиологии Леонтович, профессор биофизики Чижевский. Бехтерев приходил на заседание ученого совета зоопсихологической лаборатории. Присутствовал при различных опытах, а опытов здесь проводилась масса. Были опыты и по мысленному внушению. Дело в том, что, да, Владимир Леонидович, он обладал еще даром гипноза. Это, конечно, ему помогало в его работе с животными. И он мог мысленно внушать. Природные особенности и интеллект животных исследуются в том числе для нужд молодой Красной Армии. Военных интересует возможность использовать зверей для разведывательных и диверсионных операций. Крысы проявляют себя с самой лучшей стороны. Результаты этой работы запечатлевает кинохроника. Небольшой столик, крыса, и он, так как я сейчас сижу, так занимается. Причем он дает не без помощи рук, а вот просто движением головы он дает ей какой-то посыл, и крыса делает вальс. Потом она приносит ему какую-то бумажку или тряпочку, что-то такое. Такие кадры есть. Что дает мне основание предполагать, что он не только вот этот эпизодик, что он более широко занимался этими животными. Потенциал этих зверьков огромен. Вот дрессированные крысы бесшумно поднимаются по канату. По команде дрессировщика десантируются с летящего самолета, переплывают водные преграды. Их способность управлять несложными механизмами не вызывает никаких сомнений. Более того, ради достижения цели они способны разработать стратегию поведения, распределить обязанности и в итоге добиться своего. Валентина Снопова занимается дрессировкой крыс для театра и кино. Ставила там коробку из-под сигарет, вот бутылку пластмассовую и привязывала кусочки рыбы. В первую очередь выходил разведчик. Но он еще не брал. Потом, видя, что с этим разведчиком ничего не делается, выходит другая, более бойкая, наглая крыса, хватает этот предмет, и они таскали коробки из-под зефира, бутылки пластиковые. В общем, разные предметы. Научиться они могут? Могут. Значит, крысы умные животные. И их легче учить иной раз, чем некоторых других. Что же на самом деле отличает разум человека от разума крысы? Как выяснили ученые из университета Флориды, разница всего лишь в нескольких генах. Пересадив крысе один человеческий ген, ученые получили суперкрыс. Их мозг увеличился настолько, что перестал помещаться в черепе. В результате серое вещество сморщилось и образовало извилины, точно такие же, как у людей. Гены крыс тоже попадают к людям. Они содержатся в генетически модифицированных продуктах. Внедренный в шпинат ген крысы насыщает его витамином С. ГМО кукуруза гораздо богаче белками, а модифицированный картофель теряет привлекательность для колорадского жука. По мнению некоторых ученых, употребление таких продуктов может привести к полному исчезновению человека как вида. Генетический модифицированный организм это организм, который был создан в какой-то степени искусственной. То есть туда внедряли гены, а гены это элемент определенной программы, от другого организма. То есть могут внедрить гены от человека в растение, от животных в растение, от другого в растение. То есть фактически любой ген от любого организма можно внедрить в растение. На первый взгляд эта технология делает пищу более совершенной Урожай генетически модифицированной сои в разы больше обыкновенной Однако, увлекшись потрясающими прямыми результатами, генетики не заметили побочных Попадая в организм человека, внедренные гены продолжают работать Происходит внедрение фрагмента ДНК генов И когда они попадают в клетки наших органов, они изменяют работу этой клетки Эксперименты Ермаковой наглядно показали Употребление в пищу трансгенных продуктов может привести к бесплодию В наших исследованиях мы самкам добавляем генетическую инференцию В первом поколении более 50 крысят погибли Из оставшихся в живых около 40% были недоразвитыми Они были значительно меньше по размеру и весу И не дали потомства Казалось бы, генетики неожиданно для себя изобрели радикальный способ борьбы с грызунами Никаких ядов Просто надо кормить крыс в подвалах генетически модифицированными продуктами И они перестанут размножаться Но крысы оказались умнее В отличие от своих лабораторных сородичей Пасюки наотрез отказались пожирать трансгенные лакомства Люди же продолжают поглощать их тоннами Это несколько линий кукурузы трансгенных Это три линии сои, три линии картофеля, рис, свекла И вот здесь мы можем получить трансгенные линии Но в мире существует намного больше этих линий генетически модифицированных организмов Это почти все овощи, фрукты, основные ягоды Такие эксперименты с геномом, они очень опасны Потому что мы вообще внедряемся в программу жизни И, к сожалению, мы эту программу нарушили Я вообще считаю, что глобальное распространение генетически модифицированных организмов Это страшнее атомной бомбы Идентичность организмов человека и крысы полностью доказана Но люди не могут отличить опасные продукты ни по виду, ни по запаху А значит, через несколько поколений Трансгенная еда лишит человечества способности иметь детей Крысы же продолжат размножаться Вполне вероятно, они предпримут попытку потеснить человечество Крысы уже пытались захватить Землю Настоящую мощь своей цивилизации они продемонстрировали Во время Великой Отечественной войны Юрий Симонов хорошо помнит блокаду Ленинграда Тогда на каждого жителя города приходилось по 125 граммов хлеба в сутки Фашисты каждый день бомбили Ленинград с воздуха А из городских подвалов на вымирающий город наступала серая сила Причем не просто крысы, это были пасюки Это очень крупного размера крысы, размером примерно с небольшую кошку Это не мышки, это вот такое вот сооружение И хвост примерно такой же длины Бороться с ними бесполезно, потому что они очень умны И в общем они подняли голову, когда исчезли кошки и собаки К зиме 42-43 года люди съели всех домашних животных От голода погибло более 800 тысяч человек Опустевшие кварталы тут же заполнили крысы Зимой 43-го года хвостатые мародеры уже открыто нападали на людей По ночам, повинуясь воле невидимого командующего Они выходили на улицы и совершали налеты на продовольственные склады Количество их было невероятное Начиналось от Херсонской улицы и продолжалось до монастырки Крысы прорывали ходы в подполье мучных складов Значит, на набережной были так называемые калашинские склады Это были колоссальные каменные амбары Длиной примерно, ну, четырехвагонный состав трамвайный Двухэтажные Свидетели утверждают, нападения крыс на склады хорошо организованы И человек со своими машинами, гранатами и автоматами оказывается бессилен Они ходят на водопой стадом, который перекрывает ленты улицы Это страшно Только убежать можно Как муравьи Это жутко Город взвыл Спасти положение помог опыт Петра Первого Горожане вспомнили, как в сороковые годы восемнадцатого века Крысы в прямом смысле слова захватили кронштадтские продовольственные склады Тогда по всей стране отлавливали котов и доставляли в кронштадт Более того, коты были внесены в штатные книги А из бюджета города каждому коту было положено годовое содержание в один рубль В феврале сорок третьего года советским войскам удалось частично прорвать блокаду По льду Ладожского озера проложили дорогу жизни, связавшую Ленинград с большой землей Одним из первых грузов было биологическое оружие против крыс Приказом первого секретаря обкома было доставлено из Ярославской области Четыре вагона дымчатых котов и кошек Были заказаны дымчатые На тот момент они были лучшими крысыловыми Юрию Симонову довелось из первых уст узнать о том, как происходила разгрузка стратегического груза Бой был такой из вагонов, это вот наша дворничка рассказывала Что открыть дверь руками побоялись Поэтому сделали так, затворы все открыли К краям двери, значит, привязали веревку И издали, значит, ворота вытянули И вся эта араба вывалилась Вот, это было котяры Это были хорошие, свирепые бойцы Победить нашествие серых полчищ смогли только их естественные враги Уже через месяц после высадки мяукающего десанта На улицах Ленинграда не осталось ни одной крысы Тогда нашествие удалось отбить Сегодня вновь количество грызунов в городах увеличивается с каждым годом А значит, ситуация может повториться Мы создали потребительскую цивилизацию Мы от природы берем примерно 96-97% Отдаем ей совсем мизер А поскольку природа все-таки разумна Она может принять решение И выбрать Останутся они и откажутся от нас Добро и зло Черное и белое В течение веков человечество балансирует меж этих понятий Один шаг в сторону и катастрофа неизбежна Гомо Сапиенс сменит новая цивилизация Из-за своей самоуверенности мы, люди, не можем признать, что крысы обладают разумом В своей жизни они руководствуются не столько инстинктами и рефлексами Сколько опытом, умением сопоставлять факты, памятью и даже чувствами Ратус Сапиенс Крыса разумная Самый реальный претендент Название нового хозяина Земли Продолжение следует...